Добрый день, коллеги! 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 То есть при сравнении персональных характеристик наибольший процент у специалистов лекарственного лечения. Причем когда мы проводили исследование по России, этот показатель достиг 100%. В нашем респонсере он 90, это средняя и высокая степень. Что еще раз подчеркивает поязвимость русских специалистов лекарственного лечения в отношении развития национального благорания и развития профессиональных призов. У молодых специалистов мы видим, что тоже вроде бы не очень низкий процент средней и высокой степени выгорания, но, наверное, это больше связано с осознанием этими специалистами, но как бы недостаточно своих знаний и умений, чтобы обусловливать такую напряженность психологических стрессов в рабочих ситуациях. И если подобное явление не учитывать, то, естественно, это можно связать только с выгоранием. У сформировавшихся специалистов высокий процент выгорания, наверное, свидетельствует о сниженной самооценке значимости своих достигнутых результатов. И о вторичном снижении продуктивности. У них изменяется отношение к работе. Очень много есть литературы, очень много нас учат, что нужно делать, чтобы избежать от эмоционального выгорания. Есть то, что зависит от нас. Мы должны уметь переключаться с одного вида деятельности на другой. Мы должны обдомно распределять свои нагрузки. Проще относиться к конфликтам на работе. Но, наверное, как это ни странно, мы пытаемся во всем быть лучшими. И пять причин, которые от нас не зависят, но мы должны их обязательно донести. И основная цель нашего исследования это было для того, чтобы это все выявить. И затем, может быть, с помощью наших старших товарищей, даже до правительства и до Минздрава, это нужно, во-первых, внедрять методики профилактики выгорания. Наиболее эффективными мы знаем, что являются групповые занятия. Вот, например, совместные усилия Американские и Американские медицинские ассоциации каждые два года проходят международные инвестиции по здоровью, по поддержке врачей. Мы можем говорить не только о младшем и среднем персонале. Тут несколько проектов, в том числе проект «Проекты изрождаются», когда американские коллеги врачей и Американское общество внутри медицины заботятся о специалистах. Это манипулирование и своевременный отбор контингента специалистов для дальнейшей работы путем тестирования. Вот, например, на Западе все абитуриенты вузов, причем там, где готовят и врачи, и психологи, и социальных работников, которые специалисты, которые проходят в группу риска, они проходят тесты на определение склонности к национальному нагоранию. И поддержка уже на этапе студенчества имеется. И социальные, и психологические, и также правовая. Это теоретическая подготовка врачей и среднего персонала в вузах, и училища к коммуникативным навыкам. Причем мы знаем, что эта схема 3-х Р должна работать, то есть мы должны следить за предупреждающими знаками выгодства. Мы уже должны не управлять и заботиться о своем физическом и эмоциональном здоровье. Ну и основной пункт, мне даже захотелось, что это более жирный, это достойный заплат. Я думаю, она бы все покрыла, если бы у нас была достойная заплаты, и, наверное, выгорания не было бы на таких больших цифрах, как 90%. Необходимо помнить, что работа – это всего лишь часть жизни. И синдром эмоционального выгорания – это не столько наша проблема, сколько это проблема профессии. и поэтому нужно аккуратно к этому относиться и стременно расставлять приоритеты. В нашей клинике проблемой выгорания занимается отделение реабилитации. Вот несколько слов не хотелось бы, чтобы сказал заведующий отделением реабилитации обыкновенно. Как мы это делаем? Добрый день, уважаемые коллеги. Распишите продолжить. Психологами о день реабилитации разработана паниковато. Актурация национального выгорания, состоящая в семи блоках. Путем анализа результатов ежегодного тестирования выбираются и на те отделения, показатели которых наиболее высоких. На данном слайде представлена сама программа, состоящая в семи блоках. Первый блок – это знакомство с тренером, признаки эмоционального выгорания, управление эмоциями. Это основная цель – осознание своих эмоций, освоение навыков управления. Четвертый блок – это работа со стрессовыми ситуациями, освоение навыков регуляции эмоционального состояния, телесной и дыхательной практики. Пятый блок – работа с мотивацией. Различные упражнения, работа с метафорической карты. Шестой блок – это профилактика эмоционального выгорания, групповые обсуждения способов профилактики. И седьмой блок – это внешние и внутренние ресурсы. Магнитативные упражнения находятся внутренних ресурсов, обсуждения внешних ресурсов, которые помогли бы специалистам использовать все эти методы повседневной жизни. Эмоциональный баланс сотрудников поддерживается коллективными тренингами, которые проводятся не только специалистами на день реабитации, но также приглашаются внешние, скажем так, коучи и специалисты данной области. Основная цель – это, конечно же, поднятие коллективного духа, ощущение команды, принимая во внимание, и учитывая особенности разных профилов специалистов. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.